О качестве дорог мы говорили, о пьяных водителях тоже, но вот сейчас возникает вопрос, верните радары, а следующие говорят, верните ГАИ. Так, а в чем, извините, у нас была реформа МВД, полицейская, значит, патрульная полиция вышла на улицу, мы сейчас откатываем все это, мы вернем этих дуделки, палочки. Смотрите, как мы случайно подошли к этому вопросу, вот мы проговорили за оранжевых, да, про оранжевых. Вы помните, Ющенко тоже отменял ГАИ, потом, правда, вернул. Прилуценко, да, когда он был министром. Да, та же была абсолютно ситуация, просто бабуинам контроль не нужен. Давайте посмотрим вообще, как законы появлялись и что нас от животных отличает. Не мораль, не совесть, наверное, не ценность, а как раз регулирование. Вспомните даже, ну, знаете, пусть простят меня сейчас верующие люди, но я говорил, что в принципе религия это была первая форма государственности. Во-первых, это свод законов, не уби, не укради и так далее. Это налоговая система в форме десятины. По мере развития общества развивался и свод законов, их становилось больше. Законы регулировали все области жизнедеятельности человека, да. То есть так это нас как-то дисциплинирует. А этим законы не нужны, потому что без них можно ездить пьяными за рулем, да. Можно ловить рыбу при помощи динамита, можно устраивать любой беспредел. Любая дерегуляция и вот, знаете, попытка снять ответственность государства за происходящее приводит к хаосу. Смотрите, отменили фитосанитарные инспекции, да, и прочее. И сразу начали травиться дети в школах. И все просто, к сожалению, не понимают причины следственной связи. То есть у нас человек идет по пути наименьшего сопротивления, не только у нас, во всем мире. Поэтому государство, чтобы обеспечить права других граждан, вводит какие-то регулирующие правила, в том числе и ГАИ. Если нет дорожно-патрульной службы, или как угодно ее назовите, если она не контролирует скорость, если она не патрулирует, не делает выборочные проверки, то, безусловно, люди, ну извините, теряют берега. И статистика об этом говорит совершенно прямо. На сегодняшний день можно, конечно, бесконечно спорить, что снова появятся взяточники, но это же проблема как раз министра внутренних дел. Его подбора кадров, его подготовительной работы, да, всех сотрудников рядовой службы и оплаты труда. Для этого государство должно зарабатывать на все это содержание. А у нас все реформы это сокращение расходов на отрасли. Я это неоднократно говорил. И поэтому вот эта дерегуляция, которую нам подавали как высший глоток свободы и демократии, означает просто, чтобы государство перестало зарабатывать и не в состоянии оплачивать вот эту регуляцию. Активную функцию, на которую мы, в общем-то, платим вам налоги. Ну, а да если обратить внимание на европейский опыт. Там тоже нет гаишников в нашем понимании. Там всюду видеокамеры. То, что предлагают нам, с одной стороны, а другие говорят, подождите, это дорого, эти письма счастья, мы это уже проходили. Там суды, пересуды. Так может действительно взять какой-то опыт европейской, странной. Василий, я ехал две недели назад из Нитры в Братиславу и был честно оштрафован на 60 евро за превышение скорости. Абсолютно рядовая машина неожиданная, которая шла в колонию. Включили мигалки. Меня припарковали, выписали штраф, получили на месте деньги. Поблагодарили за то, что я оплатил, сказали, чтобы я так больше не делал. Я поехал дальше. Есть контроль, работает система. И она наполняет бюджет. И она, более того, дисциплинирует водителей. Дальше нарушать не хотелось. Штрафы действительно существенные. Но, знаете, присылать письма счастья и поднимать размер штрафа в нищем государстве, не делая профилактической работы, это в голову может прийти только людям, которые совершенно не разбираются в собственной профессии, не являются профессионалами и не понимают причины следственных связей. Это вот вся болезнь системы госуправления. К власти пришли люди, которые ни одного дня не работали в системе, не понимают, как она должна функционировать. И под лозунгами свободы просто разрушены все институты. Но их можно восстановить. Нужно отменить закон иллюстрации, нужно вернуть профессиональных людей, причем во всей отрасли, если они захотят вернуться, если они еще не уехали. Работа предстоит колоссальная. Поэтому, когда многие политики говорят, мы за 5 дней, а мы за 10, а мы за 70 или за 100 шагов, я сижу и улыбаюсь. У меня первый вопрос, который мне хочется им задать, сказать, а с кем вы собираетесь это делать? У вас есть этот кадровый резерв? Или вы действительно понимаете, что уже разрушено и до какой степени? Нужна тщательная инвентаризация и законопроектов, потому что напринимали кучу всякого мусора, который создает правовые коллизии, и одни законы противоречат другим. То есть огромный непомерный пласт работы, чтобы и вернуть квалифицированные кадры, и действительно навести порядок в правовой системе. Мы к этой работе готовы. Продолжение следует...